Привет, город! В студии с вами я, Анастасия Салимова и команда Сигмы. Давайте посмотрим пятничный выпуск. Мы начинаем. До главного Новоуренгойского праздника 2025 года осталось 343 дня. Организационные вопросы, связанные с ним, решают уже сейчас. Подробности в выпуске городских новостей. Администрация Новоуренгой набирает волонтеров к юбилею. Добровольные помощники в количестве 100 человек потребуются для организации развлекательных и спортивных мероприятий, приуроченных к 50-летию газовой столицы. Оставить заявку можно на сайте Добро.РФ. Городские автобусы номер 3, 6 и 7 изменят схему движения. Это связано с открытием для автотранспорта, недавно отремонтированной улицы Таежная. Ознакомиться с новым расписанием можно на сайте МУПАД. В газовой столице продолжается акция «Посылка герою». Отделение социального сопровождения участников СВО и их семей собирает средства личной гигиены, продукты длительного хранения, медицинские препараты и тур принадлежности для солдат на передовой. Прием посылок ведется с понедельника по пятницу с 9 утра до 7 вечера. В субботу с 9 до 14 часов по адресу микрорайон Тундровый, 6. Горбольница Нового Уренгоя вошла в топ-3 поликлиники Ямала по числу телемедицинских консультаций. Практика онлайн-общения с докторами активно развивается в автономном округе. С начала года в регионе проведено более 40 тысяч таких приемов. Последнее ноу-хау – консультация пациентов с сосудистыми патологиями. Телемедицина позволяет докторам получить вердикт своих коллег из соседних больниц и на федеральном уровне, снизив вероятность врачебной ошибки. Дмитрий Артюхов принял участие в пленарном заседании Российской энергетической недели. Президент страны подчеркнул, Россия остается одним из ведущих участников энергетического рынка в мире. При этом необходимо и дальше развивать логистику, выходить на новые рынки. На Ямал приходится 80% добычи природного газа в стране. На территорию округу производится около 60% СПГ России. Порт Сабета позволяет транспортировать кратчайшим путем ямальское сырье в Европу и Азию. Владимир Путин отметил, в стране обязательно продолжит развивать собственные сервисы и технологии в сфере СПГ. Создавать центры по перевалке, хранению и торговле с жиженным природным газом, наращивать мощности наших арктических и восточных морских портов. Благодаря мерам господдержки вводятся новые нефти и газосносные провинции, в том числе и на Ямале – утреннее и штормовое месторождение на Гаданском полуострове. Выставка России триумфально завершила свою работу, но дело ее организаторов живет. Регионы продолжают устраивать самопрезентации в похожем формате на разных площадках. Ямал не исключение справил. Об этом и не только в новостях короткой строкой. Более полумиллиона ямальских оленей привили от сибирской язвы. Это почти 90% поголовья. Наибольшее количество привитых в Ямальском и Тазовском районах – почти 380 тысяч. В автономном округе работают 20 прививочных бригад. Параллельно с вакцинацией проходит беркование и выдача ветеринарных аптечек оленеводам. В 2025 году аптечки будут дополнены препаратами против микробов и паразитов. В Салихарде открылась выставка «Достижения Ямала». Экспозиция работает в Ямальской филармонии. Она разделена на пять тематических блоков. Каждый из них посвящен успехам автономного округа в нефтегазовой сфере, транспорте, строительстве науки, туризме и соцсфере. Отдельный стенд посвящен сохранению исторической памяти региона. Ямальские ячейки движения первых соберутся в Салихарде для обсуждения плана на предстоящий сезон. На конференцию заявились почти 200 школьников и студентов, а также кураторы первичных организаций и родители. Всего на Ямале в движении первых состоит 20 тысяч человек. Создано 238 первичных организаций. Стать представителем движения можно с 6 до 35 лет. На Ямале стартовал первый этап Всероссийской олимпиады школьников по 22 дисциплинам. На этом этапе заявиться на интеллектуальное состязание может любой школьник с 4 по 11 класс. Диплом победителя или призера заключительного этапа дает право поступить без экзаменов в ВУЗ по профильному направлению в течение 4 лет. Отметим, что Ямал за последние 5 лет в рейтинге школьного олимпийского движения поднялся с 60 на 6 место. Тысячи мошенников остались без заработка благодаря действиям Центробанка. О причинах в нашем выпуске федеральных новостей. Банки России заморозили 30 тысяч подозрительных счетов в первый день работы закона о возврате средств со счетов злоумышленников. Об этом сообщили в Ассоциации банков России. Финансовая ответственность побудила банки ужесточить требования к переводам. По закону они обязаны связываться с клиентом по поводу подозрительной транзакции и блокировать счет на 2 дня. Через классику к свободе в Госдуме предложили избавлять сроки заключения читающим заключенным. За каждый осиленный том предлагают уменьшать срок наказания на 4 дня. По замыслу инициаторов нововведения мера будет способствовать духовному преображению преступников. Одной из главных причин совершения преступления эксперты называют утрату нравственных ориентиров, которые помогут обрести Горький, Толстой и Достоевский. У айтишников появится собственная правительственная награда. Российский Кабмин рассматривает вопрос об учреждении звания «Заслуженный работник АйТи Российской Федерации». Звание станет элементом нематериального поощрения лидеров отрасли. Ассоциация разработчиков программных продуктов считает подобную награду необходимой, поскольку отечественные программисты проводят большую работу по созданию нового софта и повышению его качества. В России попробуют удержать цены на яйца. Торговым сетям запретят брать премиальные от производителей за продажу определенного количества товаров. Сейчас аграрии доплачивают ритейлерам по 5% от стоимости продукции. Федеральная антимонопольная служба решила отнести яйца к товарам первой необходимости, что исключает подобного рода доплаты. Отметив, что с конца прошлого года отпускная цена яиц первой категории упала на четверть. В Новом Уренгое прошел городской олимпиадный праздник. Участие в нем приняли ученики с 7 по 9 класса и их педагоги. Праздник приурочен к старту нового олимпиадного сезона школьников и призван повысить интерес детей к участию в интеллектуальных конкурсах. Ребята пообщались с экспертами, поучаствовали в мастер-классах и командой мультипредметной викторине с вопросами разного уровня сложности. А в Арктическом лицее прошел мастер-класс по волейболу. В роли физруков новоуренгойские профи игроки клуба «Факел», которые в свой выходной пришли влюблять школьников в эту игру с мячом. И это им удалось. Дети намерены записаться в волейбольную секцию. Волейболисты «Факела» открыли сезон мастер-классов для школьников и провели два урока физкультуры в Арктическом лицее. Несмотря на свой плотный график, они всегда стараются найти время для подобных встреч. Развить, наверное, волейбол больше, чтобы люди заинтересовались, возможно. Ну и так, кто, если хочет, научить того человека чуть-чуть что-то, дать навык какой-то основной. Пообщаться с лицеистами приехали главный тренер «Факела» Роман Емполов и четверо игроков. Михаил Сидоренко, Андрей Квочка, Матвей Пипуныров и Денис Быстров. Разминку для школьников провел тренер по общей физической подготовке «Факела». «Сначала размялись теперь эстафета. В принципе, как и проходит в начальной подготовке, когда дети приходят в секцию волейбола. Все в игровых упражнениях, в игровом режиме происходит. Потом ребята из нашей команды проведут мастер-класс по элементам. Прием подачи, блокирование, подача и передача». «Подсел, прыгнул, 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 заделся». «Ну а после профи сыграли со старшеклассниками в волейбол». «Все понравилось, прием, подача, блок. Хорошо учат ребята». «Было очень классно, интересно. Очень много и новой информации. Ждем еще. Это как-никак развитие спортивное». Старшеклассникам такая тренировка определенно зашла. Причем не только участникам мастер-класса. На перемене в спортивный зал заглядывали и другие лицеисты. Одни наблюдали за процессом, другие переобувались в кроссовке одноклассников и просили дать мяч и им тоже. «Весь класс сюда пришел, я за ними пришел. Они тут уже посмотрел, тут вижу, суперлига. Занимаюсь волейболом у Сергея Владимировича в Звездном. 7 лет, 7 год уже занимаюсь волейболом. Нравится, это очень игра». «Игры факела, наверное, посещаешь, да?» «Все факела, игры посещаю. Если не посещаю, то какой-то положительной причине». Цель таких мастер-классов – заинтересовать детей, чтобы как минимум они дружили со спортом и как максимум пришли в волейбольные секции. «Даже если будет тяжело, им останется воспоминание, что пришел тренер, где-то у него получилось, где-то не получилось. Может быть, он задумается, что надо тренироваться больше и уроки физкультуры не прогуливать». Руководство факела приметило для себя способных детей среди участников мастер-класса. А ребята, которые давно хотели, но не решались, намерены наконец-то записаться в секцию волейбола. Подобные встречи пройдут и в других школах на протяжении всего соревновательного сезона. 30 сентября ямальцы примут на своей домашней площадке «Динамало» из Соснового бора. Мария Яновская, Евгений Шевченко. Телерадиокомпания «Сидма» для НОР-24. Дальше наш информационный блок продолжит программа «Патруль». Илья Ветров готов дать расклад по криминалу и происшествиям в округе. А у меня все новости к этому часу. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова